Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев новой коронавирусной инфекции. На столицу Республики, город Якутск, приходится 15 случаев. Необходимо обратить внимание, что по два случая зарегистрировано в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мерзинском, Нюрнгринских районах и по одному случаю в Елюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Татинском, Тампонском и Чуропчинских районах. Оценивая распространение коронавирусной инфекции за последние две недели, необходимо обратить внимание, что вновь пошла тенденция распространения вируса по районам Республики. И на настоящий момент географический спектр районов, по которым распространяется инфекция, в том числе и уходит и в дальние поселения, значительно расширился. В связи с этим прошу обратить внимание на важные позиции, определенные как решением оперативных штабов, указов главы Республики и, соответственно, тех решений, которые связаны с вакцинированием населения. За сутки у нас было воскресенье, поэтому было проведено всего 672 исследования. Но, соответственно, с начала пандемии у нас проведено порядка 1 миллиона 25 тысяч 956 тестов. Что касается вакцинации, необходимо обратить внимание на следующий момент. На 4 апреля 2021 года в Республику поступило уже порядка около 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе дополнительно поступило, входящее в этот размер, в это количество и вакцина, производителем которой является «Вектор». На настоящий момент использована 70% от всей вакцины. Первую вакцину получили 77 тысяч 72 человека. За сутки и за воскресенье у нас было провакцинено 2226 человек. Сегодня и завтра все медицинские организации также будут работать в более повышенном режиме. Соответственно, будет в связи с поступлением «Векторовской» вакцины появится возможность у лиц, которые являются лицами маломобильными, получить данную вакцину на дому. Так как основное отличие «Векторовской» вакцины от вакцины «Спутник» заключается именно как раз в условиях ее более лучшей транспортировки и не требования для этого соответствующего холодильного оборудования. В связи с чем на настоящий момент охват лиц, которые маломобильны, у нас будет значительно больше, в том числе и по территории Республики. На территории Республики в целом число граждан старше 60 лет, получивших первую вакцину, составляет 17 782. Для учреждений здравоохранения вакцинация пожилых граждан поставлена в качестве приоритета. При этом я хочу обратить внимание на то, что насчет мной было промониторировано, и на оперативный штаб сегодня будет внесена информация о состоянии наличия вакцины, соответственно, в наших населенных пунктах, в том числе и труднодоступных. Необходимо обратить внимание, что большинство труднодоступных населенных пунктов, они у нас обеспечены вакциной. Какую-то определенную часть вакцины, соответственно, у нас получена непосредственно практически во всех населенных пунктах. Есть лишь только десяток, наверное, населенных пунктов по всей Республике, куда вакцина вообще еще ни разу не была доставлена ни одной дозы. Соответственно, эти решения, они принимаются, и, значит, соответственно, вакцина доставляется для вакцинирования населения. Необходимо обратить внимание, что погодные условия с пятницы, субботы и воскресенья не позволили нам направить вакцину в ряд районов Республики, в связи с чем при установлении погоды новая партия будет направлена, и, соответственно, будут соответствующие вакцинирования в дальнейшем продолжены. Продолжение следует...